Ребята, всем доброе утро! Сегодня на завтрак печенье. Я просто обожаю овсяное печенье. Мама любит такое вот злаковое сорти семейную упаковку. Мы всегда берем большие упаковочки, потому что оно очень быстро улетает. А я люблю очень семейное с шоколадной крошкой. Вот есть шоколадное просто печенье, а есть вот шоколадная именно крошка. Вот это вот очень вкусно. Особенно, знаете, когда макаешь в чай горячий, это печенье размакает. В общем, это прямо, знаете, такой вкус детства. Очень-очень вкусно. Кстати, хлеб на спас. Они сейчас продвигаются на ютубе. Ссылочку вам оставлю. Заходите, смотрите. Они прикольные видосы туда снимают. И шорцы, и просто полноценные видео. Так что заходите, смотрите. Ну, а мы завтракать. Так, сейчас будем примерять. Посмотрим, что не подойдет. Какой размер? Подойдет-то подойдет. Ну да. Так, это что? Это М. Серая и такая потертая, видишь? Ты хочешь посвободнее, да? Я хочу посвободнее, но тоже в степени я не хочу, чтобы руколад прям такие прям длинные были. Это вот прям твоя. Твой размер. Если ты хочешь посвободнее, то это надо больше. Побольше, Валет. Давай, Валет, побольше. Слушай, кажется, как будто это джинсовка. Да, есть такой. Мне кажется, Элька лучше будет. Ты же хочешь посвободнее. Ну, Элька, да? Заехали сейчас в степ, забрали заказики. Заказала две коробочки СОДЖ. Первая с орешками, батончики. Эти батончики у нас очень любит мама. Они такие. Орех, мед, ямалайская соль. Подойдет тебе? Понятно? И вторая коробочка... Ой, фокус идет. Это реально. Вторая коробочка маршмеллоу. Ой-ой-ой. Здесь клубника, соленая карамель, вишня и соленая карамель в молочном шоколаде и в горьком. Зашли сейчас в Кихелэнд, а здесь просто столько всего красивого, милого. Мне очень понравилась вот эта вот тарелка, блюдо декоративное, белка. И в хвост можно складывать конфетки или орешки, как здесь сделано. Прям очень классно это выглядит. Ну и вообще, конечно, посуда в Кихелэндии, она всегда супер милая, супер красивая и эстетичная. Скажите же, красота. В общем, мне понравилась очень белка с хвостом. И маме говорю, мам, нам такая не нужна белка. Она говорит, нет, ну нам много чего надо. Ой, а вот смотрите, бокалы тоже красивые. Птички. Такие два бокала. Две 300 с трубочкой. Ну вот, сюда вот трубочку вытаскиваешь, в зале выкуваешь попу. Сами, например, на птичке. Но зато красиво. Ну и всё красиво и удобно. Но зато красиво, то есть... Смотрите, какой красивый вид открывается. С торгового центра Женщина Плаза. А здесь, кстати, ресторанчик и достаточно вкусная еда тоже с таким видом. Вот там полностью панорамный ресторан. Нет, 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 нет. Проклято! Ребята, всем доброе утро. Сейчас помыла голову и появилась сколько минут свободного времени. Хотела с вами немножко поболтать и поотвечать на вопросы, которые вы задавали под предыдущим видео. И первый вопрос. Очень многие... Это, наверное, не вопрос даже, а просто просьба. Очень многие просят оставить ссылочку на футболку. Чёрную с золотым сердцем. Так что под этим видео будет ссылка на эту футболку. Футболок я заказывала через Инстаграм-магазин. У того же бренда, где заказывала розовый свой купальник. Может быть вы помните мой купальник, который без лямок, просто вот такой фукси-розовый. Здесь такой топик и высокие, получается, трусы. В общем, у этого бренда заказывала футболку. Она на самом деле нереально крутая, эта футболка. Плотная. В общем, мне очень нравится. Так что ссылочку вам оставляем. Следующий вопрос по поводу того, почему редко выходят видео на Ютубе. Видео на Ютубе будут выходить редко. Ну как редко, я стараюсь, как можно чаще выкладывать. Но в любом случае, больше видео выходят сейчас в дзене у меня. По многим причинам. Сейчас не буду объяснять. Кто знает, тот знает. Так что, кто хочет больше смотреть влогов в мою жизнь, переходите в дзен. Там каждый день выходят видео. Когда влоги, когда короткие видео. Но в любом случае, каждый день я что-то туда выкладываю. Иногда даже и не по одному видео. Так что, пожалуйста, милости просим в дзен. Ссылочка тоже в описании под видео. Вроде бы на такие вопросы ответила. Сегодня у нас планы, на самом деле, максимально простые. Поедем в магазин. Надо купить сладости, бумагу и шпажки. Потому что совсем скоро 1 сентября. И нужно сделать букет. Букет будем делать из сладостей, из конфет. У нас бумага уже есть. Зеленая с золотом. И мы вот думаем, угадаем, какого цвета лучше взять конфеты. Я маме говорю, что нужно, наверное, взять белое золото. Мама хочет красное с белым. В общем, посмотрим, какие конфеты мы найдем. Потому что, на самом деле, достаточно сложно найти конфеты, чтобы они по размеру подходили. И вроде бы хочется, чтобы и конфеты были вкусные. Чтобы этот букет не выкинули, а съели с чаем. Поэтому посмотрим, какие конфетки найдем. В любом случае, красный с белым или белое с золотом. И тот, и тот цвет подойдет. И сегодня хочу сделать этот букет. Но показывать, наверное, в этом влоге не буду. Покажу уже во влоге 1 сентября. А еще, мы с мамой подсели на невероятно крутую мелодраму. Называется «Хозяйка». Там 24 серии. Блин, очень интересно. Обязательно посмотрите, кто любит мелодраму. Ну, а я пошла сушить голову и краситься. Нам привезли ягоды, заказали клубнику. Смотрите, какая она прям вот клубничка вообще офигенная просто. Дальше голубика, вишня, нектарин. Это кураган, пунду взяли, грецкий орех. И мама взяла 500 грамм сушеного инжира. Она его просто обожает. Еще мы взяли мороженое. И сейчас будем мороженое с ягодами есть. Я просто обожаю пломбир и свежие ягоды. Это очень вкусно. Смотрите, какое лето у нас на тарелках сегодня. Вишня, голубика, клубника и арбуз. А еще майозные. Зашли сейчас в Сенсей. Я вообще зашла для того, чтобы посмотреть здесь геалаки. Возможно, появились. Ну и посмотрим, что тут вообще есть новенькое. Смотрите, сейчас все сланцы по 99 рублей. Разные цвета есть. А вот такие вот по 500. Эко-кожа. Босоножки. По 500 рублей тоже. На высокой такой подошве. Есть беленькие и черные. И есть вот такие шлепки. Тоже из эко-кожи. Такие вот маленькие сумочки. Сиреневые по 400 рублей. Есть черные по 800. А вот смотрите, платье шелковое, атласное, в синем цвете и в фуксе цвете 300 рублей. Ребята, 300 рублей платье. Дальше есть вот такое платье тоже 300 рублей. Разные сарафаны, длинный. Сколько цена? Тоже 300 рублей. Цены вообще, конечно, классные. Такое вот черное есть платье 300. В общем, здесь все платья по 300 рублей. И есть еще вот такие длинные сарафаны. Но я вот, кстати, вот такую ткань не очень люблю, потому что она капец как мнется. Приходим, значит, мы домой. А тут нас, смотрите, какая красота ждет. Милана, оказывается, сама сделала печенье. Смотрите, какое печенье. Причем это печенье в микроволновке она делала. Рецепт где-то нашла. Сама все сделала, сама все включила. Перемешала. Вообще, молодец. Сейчас попробуем обязательно печенюшку. В микроволновке 5 минут, говорит, делала. Но в рецепте написано 5 минут делать. А по факту она, говорит, пока я все перемешала, пока я все соединила. В общем, где-то час делала. Сегодня на обед домашние пельмени. Я пельмени очень люблю есть со сметаной. Но также очень вкусно смешивать кетчуп и майонез. В общем, мне стало интересно. Вы любите пельмени есть с майонезом, с кетчупом? Или совмещать это? Или еще с сметаной? Пишите в комментариях. Ну и всем приятного аппетита. Да. Брел, останься. Руби Кирима, иди сюда. Нужно отвезти тебя домой поскорее. Ну, я же... Я же... Чудовище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова